Чё у нас давней-ка не было? Точнее, было недавно, но вот такого большого не было. Правильно, то, чё ты увидел на превьюшке. Давай, смотри. Окей! Бамс! Это у нас портативная акустика от Sven. Где-то года полтора-два назад, наверное, где-то, да, два года назад я распаковывал. Первый раз я попал на 670-ю или 650-ю колонку. Вау! Я тогда офигел за свои деньги. Она просто высаживала нормальным качеством звучания, своей портативностью. И вообще, то есть, за свои бабки я её называл просто-напросто народной колонкой. И вот здесь у нас появилась, значит, PS680. Той же самой компании Sven. Чё у нас, значит, эта колонка может? Во-первых, 65W. Во-вторых, TVS-режим. То есть, это беспроводное соединение двух колонок к одному источнику. Надо было две, наверное. Как обычно, да? Ну, это самое. Да, барром поздно петь. Ладно, будем одну слушать сегодня. Но будем слушать через бинауральную голову. Есть караоке-режим. Это подключение микрофона, скорее всего. Поддержка USB-карточек, microSD-карточек. Есть FM-радио. Это как раз некоторые спрашивают, чё взять себе с FM-радио. Вот. Хоть 650-ю, хоть вот эту. Ещё и послушаем эту. Подожди. Пульт управления и литий-ионовый аккумулятор внутри. Что делает нашу колонку, собственно говоря, портативной, да? То есть, ты можешь спокойненько притопать себе на дачу, на участок. Куда-нибудь там, я не знаю. Поставил дыры-пыры. Хочешь караоке себе. Подключил, включил любимую песню. И будешь петь... Встанем! И понеслось, да? Ну, поёшь же такие песни, да? Или... ТОЛЬКО! Врём колонке! Давайте смотреть! Хе-хе! Давайте оставать тебе рогулька! Так. Так, для начала. По комплекту у нас сама колонка. Значит, инструкция по эксплуатации. Личные педали, да? Есть пульт управления. На тот случай, если вы не хотите подключать вашу колонку по Bluetooth. Если вы хотите подключить, допустим, флешку, либо там SD-карточку, вы можете спокойно управлять всеми делами с пульта. И, кстати, батарейки, что хорошо, как всегда, идут в комплекте. Опять же, фирменные, свэнерские. Интересно, где такие купить, а? Я хочу такие себе батарейки. Свэн, пришлите мне такие батарейки, а? А то я вечно покупаю какие-то там, долго не живу. Так, в общем, и AUX кабель здесь у нас для подключения по кабелю. О-о-о! Аллилуйя! Красавчики! Вы сделали Type-C! Это круто! Вот за это вам огромнейший респект! Каждый пользователь вас поцелует... Вас поцелует... Так, всё грамотно упаковано. И вот, она уже выглядит несколько, 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 несколько по-другому. Помните, там было просто, помню, два среднечастотника и были ещё два твиттера. Здесь сделали иначе. Здесь сделали два средне-высоких, значит, излучателя и один у нас низкочастотный излучатель. Всё также есть у нас ручка для того, чтобы брать, значит, удобно. Есть резинки как снизу, есть резинки так и сбоку. То есть, хоть положь, хоть поставь, как говорится, да? Это удобно, это хорошо, это практично. Потому что некоторые колонки это не могут. Сзади у нас ничего, кроме ТТХ, значит, да? В случае утери пульта ДУ, долго держать кнопку EQ. Затем... А, тут, если ты ещё и потерял, то тут тебе совет для сброса настройки и установки максимальной громкости. Можно сделать это, значит, по инструкции. Смотрим, что у нас здесь. А здесь у нас, собственно говоря, тот самый включение-выключение релешка. Другой, да, режим? Да, другой режим, мелодия другая. Так, ладно, пока выключим. Подсоединяем микрофон, чтобы делать то самое караоке. Если ты будешь, будешь петь? Да, не будешь, нет. Ладно, короче, AUX. Тот самое подключение ТФ-карты. USB-шка, включение-выключение. USB-C, это классно. Опять же, управление радио, все дела, то есть там, чтобы FM-ку быстро набирать. И тут режимы, значит, переключения с ресурса, сорса, допустим, да, то есть источника звучания. Есть у нас lights, то есть управление подсветкой. Эквалайзер, значит, удаление программ, тому подобное. Переплей-подкопит и тому подобное. И основной, значит, у нас с крутилочкой крутится громкость. Ну и, собственно, громкость микрофона и эхо. Ладно, включаем, слушаем приятную мелодию. Так. Выглядит она посолиднее чуть-чуть. Выглядит, да, поинтереснее чем-то, да? Да. Все, вот видно, что инженеры прикалываются тут, да? Лучше-лучше видно, да. А, здесь вот еще, извините, я вам не сказал, тут еще у нас базоинвертор есть. Я думаю, смотрю, то это было в другом месте, да, а тут вон. Вот это молодцы, продумали. То есть, извините, слепой сразу не увидел. Ну ладно, пока без бинауральной головы. Первое впечатление. Первое впечатление то, что я хочу услышать, а потом, действительно, я вам включу. Ну подсветонька есть, прикольно. Так, я хочу сразу услышать, как здесь будет музыка рокового, тяжелого направления. С такой музыкой, мне кажется, сейчас не ходят дети, да? А не максимум Маркенштерна. Слушай, ну прикинь, чувак, с таким-то музлом. Не, это был не максимум, кстати, ну прикинь, да, выйди там в парк и... Мне нравится, хорошо. Свены, кстати, всегда вот за свою цену отлично, четко, детальненько играли. То есть, все тарелки, все это дело было слышно, хороший басок, все хорошо. То есть, вот здесь я говорю, они... Не, у меня вопросов нет. Ну хорошо звучит. Ну круто, блин. И тарелочки, и все. И слышно, как контрабасик. Ну я... Да, и баса особо вот этого не знаете, как любители вот это... В меру все. Молодцы. Вот я говорю, что они... Мне кажется, она громче, да, стала, чем предыдущая? Я могу ошибаться? Поправьте меня в комментариях, зрители, кто... У кого тоже 650-ка, надо будет к действию. Я знаю, вот это будет замена. Петрович, радуйся, я приеду к тебе с новой колонкой. Вот теперь на природе будем слушать новую музыку по-новому. Лучше, круче, громче и качественнее. Вот так вот, да. Давай смотреть дальше. Я вам не могу сказать, даже знаете, что вот... Язык не повернется сказать, что... Мне что-то там не нравится. Офигенно звучит. Вот я вам сейчас ставлю теперь бинауральную голову. Кто знает, да, Людвига? Ты не в курсе, да? Ты новичок, наверное? Ладно, я... Показать, да, наверное? Сейчас покажу. Вот он. Уж чуть запылились у него. Давненько, да, вот мы колонки не... Вот он, Людвиг. Вот такая голова будет. Вот такая. Слушайте вас. Все дела. Она вам позволит услышать, во-первых, нормальную эту колонку. Во-вторых, как она будет в помещении. Сколько здесь у нас квадратов? Где-то? Ну, 20, да? Ориентировочно. Ну, 20, 18. То есть, как она будет звучать вот в таком помещении. И вот... Да, давненько мы не слушали колоночки. И вот, собственно, сезон открыл, собственно говоря, да? Вот. И вот при помощи этой приблуды ты будешь слышать... Заранее говорю. Старожилы канала, наверное, уже в курсе. Я всегда говорю. Наденьте свои наушники. И вы услышите, как примерно звучит данная колонка. Все. Погнали подключать и все это дело слушаться. Такс. Сейчас ты слышишь через вот этот микрофон. А вот в этот момент мы переключаемся на голову. И, как я уже сказал, надень свои наушники, чтобы послушать... Сейчас, сейчас так у меня все. Ассистент. Сейчас тебе немножко на уши подходит. Ну, ты мне плохо слышишь, я далеко вас не слышу. Так, проверяй. Левый наушник работает у тебя? Работает? А правый работает? Нормально. Поехали тогда. Ну, у меня сейчас плохо слышно, потому что она далеко стоит. А вот колоночка в самый раз, потому что вблизи она просто бахнет. Ну, начнем мы примерно с 60% громкости. Такой фонарь, ты случайно говоришь. Взрывы, это все. Сейчас мне не надо... Нормально все... Многие подпишем... Да, я хочу сказать, что... Если вы меня не слышите, это не мои проблемы, это настолько она громко и круто играет. То есть вот сейчас я с вами разговариваю. То есть вот, градацию вы поняли, от 60 до 65 до 100 она достаточно дает такого буста. Давайте послушаем рок. Послушаем. Ну примерно так, то есть достаточно сложная музыка для портативных колонок. Это, мне кажется, нормально, но инструментал, саксофончик, поехали. Опять же, сколько тут громкости? Ну вот, 30%. Душу и 30%. Душу и 30%. Душу и 30%. Ну клево, да? Jazz. Jazz. Ну и на максимум давайте. Ну очень громко, согласитесь, ну серьезно. Я тебе говорю, мне кажется, они сделали только локу громче. Она громче, не только. Она громче, чем... Либо мы уже давно в помещении не смотрели. Прям... Ну можно где-нибудь в сториз записать. Можно, да. Не в сториз, в Телеграм. В сториз нет теперь? Телеграм можете. Да. Ну еще что-нибудь. Ну что, что за песни у них? Как у всех. Эвебади. Все эвебади. Круто, круто. Мне нравится. Эвебади. Эвебади. Эвие. Эвебади. Эвеби. Эвеби. Субтитры делал DimaTorzok Итак, мой вердикт следующий. Свен как были, так и остаются народными колонками, которые вы можете просто пойти вот сейчас в магазин. То есть, задавшись вопросом. Я хочу что-то достаточно громкое. Я хочу достаточно качественно звучащее. Вот сейчас вот через Людвига вы все послушали. Как, как он? Да что это? С него, наверное. Да, точно с него. Старый уже. Старый уже. Ну, в общем, через него послушали, как это все дело примерно звучит. То есть, мой вердикт следующий. Визуально. Доработали. Все круто. Сделали USB-C. За что, еще раз говорю, вас просто пользователи расцелуют. Потому что сейчас все на USB-C. Сейчас и евростандартам, кстати, становятся скоро и iPhone заставят быть на USB-C. То есть, это красавцы идут в ногу со временем. Подсветка здесь. Ну, в принципе, все те же самые приколы. Но самое главное в этой колонке это соотношение цена-качество, звука и цены. То есть, вот цена и качество звука и цены. И еще один момент, который, я думаю, это все-таки громкость. Она стала погромче. Моя память все-таки девичь. Наверное, я уже не помню, какой был до этого. Да, вот, свенчик мой. Сколько там было в ад. Но по ощущениям, чисто память, скажем так, да, мне кажется, она стала малость, скажем так, погромче. Ну, и визуалка мне понравилась. А так, еще раз говорю, что это все тот же надежный, хорошо играющий, круто даже играющий за свои бабки, свен. Как-то так. Что думаешь ты? Пиши комменток под этим видео. Наверное, может быть, давайте следующим образом. Если мы на этом видосе собираем 25 тысяч лайков за две недели. За две недели. Я пойду только что такую же в магазин, куплю и отправлю победителей. Серьезно, это моя-то. Вот. Если действительно собираем 25 тысяч лайков, две недели с момента выпуска, я разыгрываю. Иду прямо в магазин, ДНС и покупаю. Ну, где, собственно, эту, брат. Все. Понял, да? Все. Вот так вот. Пиши интернет-то самое. Надо, не надо. Вот. И лайк ставь, вот. Понял, да? Как-то так. А так все круто, зашибись. Ну, собственно, нареканий нет. Пока! Слушай, она точно играет в бронхов. Точно. Уверен? Уверен? А я тебе чё, нифера я вот дырю, дырю, ага. Слушай, ну а ты ставлю-то, когда будешь? Никакий про запас. Нигде не нужно. Я её продал. Хотя бы за тысячи три. Я тоже деньги сделаю, пожалуйста. Давай щас начнем. Потом, блин! Мне надо, дадо сейчас, Легер! Уверен. И так хорошо вот такой парк, который не ждет.